Пусть идут. То есть спросил дважды, кого ищите. Кого ищите? Потому что он был не один. И когда удостоверился, чтобы никого не подвести, смотрите, какой заботливый спаситель, никого не подвести, второй раз спросил, кого ищите, удостоверившись, что только его, выступил вперед и сказал еще раз, это я. Видите, сколько благоволучного, сколько сил и духа. И как он оберегал своих учеников. Вот так. Считайте. Читаем? Конечно. Ну давайте, почитаем еще. Да сбудется слово, реченное им, с большой буквы, то есть Богом, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петер, имея меч, излег его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо, и имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в нужды. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Так. И если ты спрашиваешь, зачем меч у того, которому заповедано, не иметь ни суммы, ни двух одежд, Матвея, 10-9, то знай, что он имел нужду в нем для закрания Агнице, на сливок при себе и после вечера. Или же, что он опасает нападения, и еще прежде заготовил меч на этот случай. Если ты недумываешь, как тот, которому не велено удалять в Луаниту, Матфея, 5-32, готов был совершить убийство, послушая, что Петр в особенности отмечал не за себя самого, а за Учителя. Притом же они не были все еще вполне совершенны, ибо впоследствии, прошу тебя посмотреть на Петра, он крайне страдает и радуется. А теперь, не готовя на несправедливость к Учителю, он покушается на самую голову и усихнув ее, по крайней мере, оттекает ухо. Иисус прикладывает и исцеляет ухо, и этим чудом снова удерживает безумных иудеев отравления к убийству. Показывает, что страдания зависят не от силы их, но от его соисволения, и что он не противник Богу, но исполняет Бога Отца даже до смерти. Назвав страдания чашу, дает знать, что сможет и спасение человеческого приятка и в артилену. Я прошу тебя заметить, что от течения правого уха у правосвященникового раба было знаком непосвящения их, что ослепение пришло на управление, чтобы слышащие не слышали за чести их против Спасителя, которое особенно сильно было второго священника. Почему я не знаю, что было не второго священника? что там у вас было, покажи. Студия, суп, здесь суп стоял, компот стоял и чай, остужали. Да, а как они ставили? Просто на холодном полу? На холодном полу. А я говорил, в ванну сделать, может быть, поставить и в воду ставить, немного воды налить в нее. Ну, надо Володе, наверное, сказать, потому что подужа, посуда вся в саже, ставите, она будет... Ну, как в ванне-то, пускай она в саже, что она... Не-не-не, а зачем? Сажа плохо отмывается, зачем? Ну, какой-нибудь. Так, ну что, сколько? Без четырех минут. Без четырех. Ну, пошли, звони. На. Сохватай, Никита идет за ним. Аккуратно. Тихо, ладно. Дегись. Ну-ка. Тартошечка. Вот это, что крестик на виду, я думаю, это сейчас надо закрывать. Так. Так, ты звонил? Кто звонит будет? Звонит. Детишки. Боже, милостью, будь негрешным. Создав у меня, Господи, помилуй меня. Вечно слава согрешил, Господи, прости меня, грешен, помилуй и благослови. Я святей дары, посылаемое Тобой Словом истинной молитвы. Аминь. Аминь. Вчера день был заполнен делами. Интересно мне закончилось костром. На костре некоторые были первый раз. Ноги вместе поставь и не подгибай вот так вот, не привыкай. На молитве стоишь, что это самое разболтанное. Даже посмотри, как у тебя вся эта форма, все до тебя. Обдерни, когда читают тот Евангелие, ты под столом лазишь с кошкой. Все, Марина, сколько обнаружилось? Он не нуждается вещам, а для тебя святее некуда. А сам обман, оборщение-то не у них, а у тебя, в первую очередь. Так, замечания на костре какие были? Ну, какие? К Тарасу были замечания. Все время... Назвали, сразу выходи. К костру постоянно лез. Так, а что у тебя там было? Я тут и бумажки кидал. А зачем? У нас сказано, с огнем играть нельзя. Бросили, а другой палочкой берет. Зажег, начинает махать. А ну, уголек отлетел. Дети вышли играть. А на улице холодно, костер горит. Немцы, там на севере, северного народа, на оленях ездят. А ребятишки, что, черепушки какие-то нашли? Золу сцепляют, и кверху золой. Рот-то развернуло, и зола падает огненная. И сразу на оба глаза, и сразу глаза выжгло. Сразу. Это на всю жизнь коллега. Игра с огнем. И написано такое, не играй с огнем. У нас поговорка есть. То есть, с опасным делом не играй. Интересно, но в немецком языке, это, сейчас я могу перевести не точно, Это примерно так, не рисуй чертиков на стене. То есть, играешь им, хэллоуин там разный, то тебе и будет, это черт в душу залезет. У нас не играя с огнем, А такого нету, что не играя с огнем, Этого нету. А вот именно, не рисуй чертиков на стене. Вот у нас там Бога, там Мать, А у немцев там и не другой, Гемель, Гемель, Донна, Ветер. То есть, означает, да разрази тебе гром и молния. Вот начинаешь говорить по-русски, На другой перевод перевести нельзя. Фло, наккор. Но если дословно перевести, Фло это блоха, А наккор это блоху раздавить. Но когда Ленин еще учился, Он долго думал, видимо, и думал, Как перевести? И по-русски перевел крохобор. Понимаете? А аналог. Где дословно не переводится. И вот ты вчера с огнем играл. Да вот этот человек, Который глаза потерял. Мальчик, ему 6 лет было. В дальнейшем он будет известен на весь мир. А родители в это время там в чуме сидели, Они не знали, что они делают. Ребенок слепой. Куда его? Школ нету, север-то. И он настолько натренировался, Стрелял по звуку, Где летит утка? Его брали на самые трудные переходы. Когда плывут, а где-то там горная река, Он под водой чувствовал, Где камень. Изменение движения воды. И на нартах, когда, Ну, любой по воды, Он как каюр, Он называет, Он руководитель. Он не может видеть, Ничего нету. Он по отдельному шелесту травинок, Которые ставят, Определял путешествие, Куда нужно управлять. Я когда считал, Я не очень верил, Но это документ, Это так. У вас этого ничего не будет. Только одно, Ты нарушитель. Зачем тебе это нужно? Ты активный. Я тебе не скажу, Что есть такой, Суперактивный, Гиперактивный. Это плохо. Но ты играешь хорошо. Значит, у тебя есть усидчивость. Так играть по нотам, Как ты играешь, У нас никто не играет. Ни дядя Витя, Ни никто. Я все просмотрел, Что там заснято было. Это уже пойдет. Ты знаешь, Мое отношение к тебе. Я тебя нигде не давлю. Смотрю, Как в нужном управлении, Чтоб ты развивался. А вот это вот, Баловство с огнем, Мне он не нравится. На такую работу, Ты тоже не падкий. Я вчера сделал тебе замещание. Сделай вывод для себя. Какой вывод сделаешь? Ну, впредь этого не делать, По крайней мере. Можно это? И что-то делать, Собирать трудно уже делать. Ладно, становись, Молись за что-то правильно. Вот. Я считал, Есть там особый такой, Не зоопарк, А такая зона, Отведенная на полуострове. У русских, Где-то у Суфуми было. Теперь это, Видимо, У этих, Там Абхазии и прочее. И там они заповедник сделали загороженный, Обезьянам разным, Орангутанги там, Как они, На воле, Чтобы развивались, А некоторые берут они на исследование. И вот интересный момент. Среди обезьян, Молодой совец, Руководитель. И обезьян его слушается, Его с водьбой. До времени, Пока дождя нету. Или на ночь. Как только ночь наступает, Обезьяны кверху, Какое-то гнездо, Веточки слепят. И там, А он никак, Станет под дерево, Вот так, Лапу, Руки положит, И стоит, Чтобы вода стекала. А почему? Почему такой везде активный, А в этом деле нет. Он не работник. Оказывается, Мать у него, Обезьяну, Гориллу, Убили, Когда он был еще грудной. И у него навыка никакого нет, Родители не передали. Это все, Это опыт. Вот передай, Сейчас заложи. Лев Толстой говорит, Когда ему было уже, Кажется, Что ли, Года, Половина того, Что во мне есть, Сейчас, Человек с такими знаниями, Я получил до 4-летнего возраста. До 4-летнего. Евреи говорят, Дайте нам детей до 4-х лет, А дальше делайте, Что хотите, А уже ничего не сделаешь. А у нас, Ребенок, Это обезьянка, Прыгает там, Рожи корчат, Но ничего не знает. Ну, Чего он, Коля, Знает? Вот она считает сейчас, А то упущено. Уже за... Вам его не выправить. И вот такая суровая, Крепкая рука должна быть. Такая, Чтобы трясла его до основания. Он не... Вот сейчас считает, Все сидят. Он под кровавой, Под столом сидит. Ему кошка, Интереснее кошкам. Ну, почему? А как стать котом? Вот она и считать не надо, Книжку, Она уже готовая. Кошка возится, А тот, Что считает, Он и не знает, И не понимает. Дальше. Пример. Здоровый у нас, Выше всех ростов. Кто? Дядя Никита. И в юности, Обделен был этим вниманием, Когда закладывается, Что там, Все остальное, Молоток там не было. Вина-то не его, Может быть, Даже. И вот вчера возить, Вот эту щепуху. Гляжу издалека, Я там копаюсь, Освобождаю, От крапивы. Гляжу, Везет. Я за этого рассказывал, Как это сделать. Рассказывал, А это бесполезно. Бой не знает этого. У него мать убили вовремя. Он остался один. И вот он наложил, Сколько везет. Это можно унести свободно, В палатке одному на шее. Взять с ручки. Он один идет с ними вместе, На счет толпа. И несут что? Ну, Самый больший килограмм тридцать. Лежит. Вот эту кучу, И все это можно было за раз увезти. Я сказал как? Накладываю. Вот как есть она, Ничего не надо. Накладываю. Полностью удавливаю его. После этого палатка, Любую бери. Теперь я его накладываю наверху. Края подвернул, Иначе она рассыпается. Снова палатку. И палаток пять. У тебя вот такой будет. Да еще мало того, Ребенка кверху, Чтобы удавили. Чищу везет. Несколько палочек буквально. А как? Где растопышина она, Отломил. Вот так вот положи. А я сказал, Вот березы. К ним даже не подъехали. Не подъехали. Вот березки. И там клен рост моего порубил. Он лежит. Вот так положи. На тележку. Теперь вот так клади. А вот такого объема, Как куб поднимается. А у него вот так вот положил. Дальше они падают. Вот так вот. Раз. И вот такой высоты завернул. Березку прислал. И дальше шпарят туда. Я посмотрел. И не здесь ничего нет. Ребенок. Да ладно, другой. Да, что непослушание. Гонор. Гонор. А вы знаете, что такое гонор? Гонор это обман чести. Даже слова-то у нас все такие. Мы не знаем. Говорим. Рюкзак. А зачем у нас странное? Рюк. Что означает? Спина. А зак мешок. Рюк, зак. Переезжай. Шлагбаум. А по-немецки шлаган бить. Баум дерево. Вот она поднималась. Ты не ушел. Ты как по башке-то и стукнет. Шлаг. Баум. Видите? Надо знать язык хотя бы немного. И изучать язык. Так. Почему Никита не послушался, как я говорил? Не сделал так. Тем более я повторял несколько раз. Почему я должен заниматься такими? Тем более в прошлом году возили. Я показывал как. Да если оно где-то расходится, сверху ребенка второго посади легкий, они придержат. Руки растопоршит, ноги раскинет, оно оно сколько задерживает. И один раз провез. Ну, к нам случает два. Она лежит вся куча. Сейчас только поедим. Ни одной минуты отдыха. Сразу все собрать руками как угодно соскрести. Тележку подгоняйте и начинайте сразу увозить. Дети, без взрослых. Почему? Сразу роману сказать, утром, сейчас после завтрака, закончить. Чтобы здесь у нас не было. Отпилить, концы заострить. Все, скучно слушать? Так, Ваня, иди сюда. Он работал хорошо, но мне мало этой работы. Надо скорее, скорее окончить было жерди березовые и здесь. Я ему сказал, если будешь выходить после обеда, а после обеда дети уже не работают, то я тебе что-то оплачу, а оплатить-то и нечем. Ну и рубли там какие-то. Я тебе сказал, за каждую жердь, сколько тебе сказал? Двадцать рублей. Двадцать рублей. Для меня это деньги, двадцать рублей. Я четыре остановки, если в городе, пешком ходил всегда, три копейки, там на трамвай не отдать. Выписывал газету Хомсомольска две копейки. На копейку повысили, я сразу отказался. Это очень дорого для меня. У меня денег нет. Сколько ты там после обеда сделал? Две. Две. И сколько это за две? Сорок рублей. Сорок рублей. Здесь я посчитал, какой толстый. Она, он говорит, сколько, двадцать, я там замерил двенадцать. Длина жерди, а у этой две. Двенадцать разделить на две, шесть. Шесть столбов надо ошкурить. Но стол толще, поэтому в два раза дороже здесь. Я тебе посчитал. Теперь разделить на три. Получается, что на два получается, что три. Три столбушка. Сколько после обеда ты сделал столбушку? Двенадцать. А? Двенадцать. 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 Так, подожди. Двенадцать, а то у нас получается на три. Двенадцать разделить на три, сколько? Четыре. Четыре. Четыре умножить на двадцать. Восемьдесят. И там сколько было? Сорок. Сорок. Вот теперь давай считать. Смотри. Вот сто. И там 120, я правильно считаю? Да Правильно считаю Так, я лишь это буду выглядать как бы Теперь смотри, раз, два, три, четыре, пять Пятьдесят, пять, нет, четыре Сот, это сорок получается Вот сорок я тебе добавлю Ты доволен будешь? К этим еще там пятьдесят Я нашел, вчера стали стирать У меня там заложено в кармане Благодаря стирке Вот, Галине Александровне благодарить Так, держи Пятьдесят Еще я там наскрек в одном кармане Давно не вы не нажали, еще сто Это тебе за хорошую работу За трудолюбие твою За искренность, вот такое Но ты балованный Я бы тебя наказал Вот так сейчас покажу Вот тебе еще сотен ушел Вот так что Теперь куда ты, скажи, деньги хочешь тратить теперь? Я маме немного задолжил Маме отдам А как ты ей должен? Я когда сюда собирался Я купил поводок и намордник А теперь да Это на хорошее дело Спасибо, держи Я тебе сказал На хоре не будешь Я обязательно тебя награжу Но ни копейки никуда без совета Ты понял? Никому Даже маме рассчитайся И больше, чтобы никуда не было Ну ты со мной после обеда будешь работать Кое-что будешь? Да Сейчас подожди Вот еще сто И вот пятьсот Что смеешься? Так много Много Я тебе говорил Ты обижен не будешь Во славу Божию Но только очень прошу Ни копейки никаких мороженых Ничего По делу положи И они у тебя после лежат Во славу Божию Спасибо, Христа Дальше Это не все Вчера я говорил про 26-й том Она уже смотрела Галина Алексеевна Это у меня книги вышли 30 томов открытым оком По 752 страниц Посмотрите, какое издание Они любую библиотеку украсят Книги, притом, видели в библиотеке Показывали Владимира Владимировича Путина Они в королевских библиотеках находятся Вот здесь интересный Снимок один И написано в просе Но она или нет Но тогда она не похожа в просе Ну тут потом посмотрите А то ли маленькая была такая 64 страницы цветных фотографий Чем ценна эта книга? Вот я сейчас скажу Знаете Вот, посмотри Я не пишу то, что люди писали Вот я спрашиваю Стихотворение сколько знаешь? Не знаю Я когда ехал дорогой В поезде начинал рассказывать Хотя я мог рассказывать Назвы стихотворения поэтов И 4-6 часов Это не вопрос Самых редких поэтов Представь себе Подряд Одно за другим 4 часа Читали Явно дело был дар Дар божий Поэтому у нас когда я ехал В поезде Общий Проводницы не могут пройти Стоит Стоит Горнется назад Все заполнено Верхние полки Вокруг Люди Никого нет Ну один мужик Пьяненький Однажды Было то Мужик Ты уже устал считать На Какие то яблоки достает Я ответил А другой начал Претензии иметь Что вы агитацией занимаетесь Пошел милиционера Нашел Милиционер высокий такой Как сейчас помню Привел его Что агитацией занимается А милиционер Пришел Сел И слушает А он Ему надо теперь Что то с милиционером В милиционере Как Он тогда Ну Он же пропадет А милиционер Сядь сиди А то я тебе сейчас Он привел милиционера Меня охранять Оказывается И милиционер сидит Сидит слушает А этот теперь заглох И все Вот это стихи Необычное заключается в том Что Пушкин писал стихи Я тебе скажу А где он писал Сохранение семьи А разве он писал Вот тут и оно Вот Высоцкий Владимир Семенович Писал стихи А где он писал О том Что плохо Людям жить без Бога Ну понимаешь Те Конкретные теми Теми У него стихотворение Это ни одно Ни два было А где Не знаю Здесь по темам Мне задают вопрос Студенты Вот я выхожу В университете Вот говорю Теперь я вам буду отвечать Согласно Библии Но на каждый вопрос Шесть поэтов За разный период времени Это 300 поэтов За 300 лет Что сказали Я говорил уже Без Евгения Евтушенко Мне бы не осилить это Потому что материал Я взял на него И вот здесь На каждый вопрос Вы посмотрите И потом засчитаете И вот они поэты Вот Ахматова Вот А мне спрашивают Это на кого Примерно Похожи ваши стихи Вот Бальмонт Бальмонт Кто он? Константин Дмитриевич Наверное? Да Когда он жил? В 1867 по 1942 75 лет У него с такой легкостью Шесть стихи У меня написано 3467 стихотворений По 9 куплетов Ну или не по А много или много Это все стихотворения Пушкина Все Лермонтова Все Некрасова Все Блока И это меньше еще Это у меня за 9 лет написано Из стихотворений здесь И вот смотрите Сколько поэтов Крылов Кого-то знают Кого-то нет Вот посмотри Когда жили Сколько лет Цифры выделены Главное это их жизнь Видите Какие были люди Ну богатый материал И вот вопрос какой-то Ну на скидку Просто один Прочитаем Сама вот Аккурая Вначале здесь Прочитаем вопрос И поэты Поэты По определенной тематике Что сказали Я еще не встретил Ни одного человека Грамоты Поэтов Я знал сегодня Где-то Литературный институт Лев Ашанин Руководитель Я читал там стихи В литературном институте В Москве Ну вот здесь Какой-то вопрос Посмотри Почему говорят Вопрос 3795 Вот подойди Посмотри Почему говорят Что Барт Высоцкий Был одержимый бесами А как же тогда Его поэтический дар Ответ Сохранились на видео Его выступления Вы хотя бы раз Посмотрите на его лицо Когда он хрипит Воет Это же лицо Тяжелобольного В духовном плане Человека Мертвеца А что касается Его стихов То Божий талант Можно зарыт Не развить А можно развить И в злом направлении Не во славу Божию Это я судебным говорю Или на радио Я не знаю где Я три радиопрограммы вел И за это придется отвечать На суде Божьем Среди даже очень хороших Его стихов Есть и вот такие перлы Тема воровства Пьянство Пьянство Блуда Разливанной Разливанной рекой В его стихах Разливанной Разливанной рекой В его стихах Слушай внимательно Семь дней Усталый старый Бог Бог с маленькой буквой В запале В зашоре В запаре Творил убогий Наш лубок И каждый твари Попаре Ему твори Потеха И вот себе взамен Со стола Вам удобнее будет Присядьте все Бог создал человека Как ловный манекен Нормально сейчас Можно так писать? Нет Всю Россию До границы Царь наш кровью Затопил А жену свою Царицу Колька Гришке Уступил Колька Значит Царь Николай А Гриша Это нас Путин Жену То есть ничего Этого не было Никогда нет Он блудил И блудил умом Сгорели песни И стихи Дребедень Я спрошу Скажи Считай Ты его стихи Конкретно Там А ты знаешь Такое стихи? Нет А не желе он так писал Я тебе покажу Что Пушкин писал И теперь студентам Когда это рассказывает А потом спрашивает Да Пушкин-то блудяга Его слушать даже нельзя У него много и много Не печатается Всякой мерзости У Пушкина Это не где-то говорят А в краевой библиотеке Студентов Алтайского государственного Университета Собрали А потом в газете Это выставили И далее Если б водка была на одного Как чудесно было бы Но всегда покурить на двоих Но всегда распивать на троих Если б я был физически слабым Я б морально устойчивым был Ни за что не ходил бы по бабам Алкоголь ни грамма не пил Мне снятся крысы Хоботы и черки Гоню их прочь Стена я и броня Но вместо них я вижу Виночерпия Он шепчет Выход есть И сходу дня Вина И прекратится толкотня Ведения схлынут Сердце и предсердие отпустят И ослабится броня Один человек, да? Да И теперь каждому стихотворению Еще и пирог из Библии Каждому поэту На эту тему Дальше Мало того Володе наркоману Пришла сатанинская мысль Написать в 1967 году Гавриле Аду И сказать Пушкину можно Почему мне нельзя Хотя позже Зай Хотя позже Он стал якобы объяснять Что не имел ввиду Конкретно Дело Марио Это потом Когда он черт явился С рогами Прямо он пишет В больнице А Гавриле Ада Теперь доказывает Это Иван Барков написал Это не Пушкин Что Божья Матерь Там всякий блуд Архангел То есть Мерзость из мерзости А почему Пушкину Можно и нельзя А почему ты не взял То что написал Демона Лермонтов И последний вариант Был когда он начал Богохульствовать И тут же пулю Получил точно в лоб Пушкин Когда приписывает Гавриле Аду Тут же и жизнь закончилась Почему вы это дальше Не говорите Бог живо Обрывает эту нить И от оторвано Все Труп валяется И гниет Что не имел ввиду Конкретно Деву Марию И Иосифа А просто Семейные отношения И людей Но Иосифа Написал Как тут же слег В больницу После тяжелого И продолжительного Запоя Как вещают Из телевизора Если действительно Пушкин написал Свою мерзость Насмехаясь Над лоном Преснодевы То и получил Пулю в живот А этот Загонял Свою Пулю в живот Что только могло Повредить его разуму Матвея 1237 Ибо от слов своих Оправдаешься И от слов своих Осудишься Ефесянам 4 29 Никакое Гнилое Слово Да не исходит Из уст ваших А только Доброе Для назидания В вере Дабы оно Доставляло Благодать Слушающие Коля Слушать сюда Вертлящий Заучить За 2 минуты Не можешь слушать Притчи 21 24 Надменный Злодей Кощунник Имя ему Действует В пылу Гордости Притчи 24 9 Помысл Глупости Грех И Кощунник Мерзость Для людей Это Ответ Продолжается Следующий 6 поэтов На один вопрос И на каждый вопрос Какой бы он ни был 6 поэтов Из 300 За 300 лет Я почему Пишу Потому что Такого никогда Не было Я затыкаю Это дурок А могут сейчас Кто-то издать Ну может издать Но издать Эпиграф И мы так Не издадут Надо знать Библию Пушина почитаем В те дни В те дни Когда мне были Новые Все впечатления Бытия И взор И дев И шум Дубровы И ночью Пение Соловья Когда Возвышенные Чувства Свобода Слава И любовь И вдохновенные Искусства Так сильно Волновали Кровь Часы Надежд И наслаждений Тоской Внезапная Синя Тогда Какой-то Злобный Гений Стал Тайно Навещать Меня Печальны Были Наши Встречи Его Улыбка Чудный Взгляд Его Издивительные Речи Вливали В душу Хладный Яд 1823 Кот Пушкин Нестащимый Клеветою Он Провидение Искушал Он Звал Прекрасную Мечтою Он Вдохновение Презирал Не верил Он Любви Свободе На жизнь Насмешливо Глядел И ничего По всей природе Благословить Он Не хотел Следующий вопрос Следующий Да Это Шесть поэтов Повторяю Шесть поэтов Какое Вот оно стихотворение Одно На всю страницу Да Это чудная Чудная книга Это вообще Великая Великая книга Давайте Покажем Книгу Я в библиотеке Всегда Привыбреждал Ее Берет человек Ну да Считает Посчитал Литератора Который Прямо Ее Сран Говорит Это нельзя Это одна И разговаривает Его в дверях Останавливает Говорит Четырехкратная стоимость Он говорит Пятикратная Закасать Книгу Нельзя держать В библиотеках Ее сразу Уносят Ее нет Рамы Поняла Клади Туда Дальше И почему Я писал Вот Заметь Сейчас Говорят О житиях Святых Что Они Не соответствуют Действительности В библиотеках Но у меня Седьмой Восьмой Том И вести И вести Я все Время На затычках Где-то Вот Допустим Коран Это Священная Книга Мусульман А сколько Она Большая Или маленькая У меня Высчитана До буквы И она Меньше Нового Завета Насколько И какое Звучание Насчитывать Коран И там Есть Суры И аят Сура Это Глава Аят Стих Я Всю Разбираю Суры И аят И Что Об этом Библии Говорит Суры Аят И Восемнадцатый Том У меня Они Зеленый Свет У них Любят Знамя Зеленый И У меня Книга Зеленого Света Все Книги Тридцать Томов И Все Разного Цвета Две Там Похожие Есть Не нашли Больше Никак Библиотека Там Искала Специально На стороне Видимо Это Переплетная Бумага Где Там А поэтов Этого Не было Пожалуйста О житиях Не было Два Тома Никто Не занимался Талмудом Талмуд Это Не книжка Это Двенадцать Томов Еврейской Мудрости Я Их Разбираю И Создаю Три Тома Что Они Говорили Что Писали За Три Ты Шестьсот Лет Воображаешь Что это Такое Вот Поэты Это Триста Поэтов России За Триста Лет Что Они Написали По Тематике Все Говорят Это Невозможно Я Согласен Это Невозможно Это Двадцать Тысяч Пайлов Я Должен Был Вот Так Вот Все Время Мгновенно Из Них Выхватить Нужный Стих А там Может Одна Только Строчка Ну Допустим Я задаю Вопрос Такое Мне Задают Как Подготавливали Революции Поэты Было Лето Не знаю Я Беру Максимилиан Волошин Вот Тота Сказал Вот Это Даже У Никитина У Никитина Да Ну Я тут Писал Только О царях Только О деревне Ничего Подобного Там Тоже Встречается И одно Только Сехотворение Но Это Одно И Всех Нужно было Вытащить Вычить И вставить В это место Я считаю Книги Эти Нужные И вот 12 томов Я показываю Талмуда И есть Твоих Два варианта Бабилонские И Иерусалимские Значит Какому ты прилагаешь Еще выходит Уношена Двое И теперь У меня 23 24 25 Евреи Обобрали Весь мир Там Золото Все у них И поэтому У меня Начинается Золотого цвета Книга Золотого Мусульмана Хана Зеленого Даже этим И вот Вы заметите Как написано Вот Чтобы понять Книга называется Открытым оком Открытым Видите Кавычки Это значит Отрывок Только теперь Не вниз строчка идет А кверху А некоторые Даже не понимают Считают оком Открытым Ну как оком Когда кавычки Показывают И откуда взято Число 24 Глава 3 15 Указание Главы Стиха Вы найдите Такую книгу Хотя бы одну Где-то Чтобы В названии Это было Указание Библии Откуда эти слова Взяты То есть Это интересно Да интересно Вот здесь мои стихи А каждое стихотворение У меня 36 строчек И 36 мест Библии Напротив каждой строчки Указано Откуда взята мысль То есть Чтобы одно стихотворение У меня просчитать Мои которые Я их стихами Не называю Проба в стихах Вот у меня На издании Готовы уже 4 тома моих стихов По 800 страниц И каждая Вот 42 строчки На страниц Уходит Ну 306 Это стихотворение И эпиграф От начала до конца Ну что такое Много Ну вот продают бумагу Печатать когда-то Пачка 50 Пачка 50 И я их исписал Рукой 7 пачек И ни в одной Ни в одной По марке нет Я просто пишу С чистого листа Да это не может быть Вот считали В отдаленном Это месте хорошо Воздух чисто Огношает пение птиц Наш костер Горит Тугленый горшок Звезды искрами Рассыпались А вниз Угольки горят где-то Ну и Облака Прольют слезу На твой костер Выражение Ты вдумай Что там написано Облака А они плащены Кажется Лунный Свет Разгладит Волосы Морщины Он говорит У тебя такой Рудкий парень Говорит А уже вечером Когда стегняется Я любую могу проводить Это как Шукшин Василий Макарович Там С одной Знакомился Маша Ну и боялся Подойти И она когда ушла Он подражал Сталину Во всем Сапогах Ходить и все Слышал Какой-то грохот Там Он несется Ни слова не говоря Подбежал Уже потемка Расхватил ее Поцеловал Вот теперь нас Так просто не возьмешь Вроде он застолбил За ней А потом бросил ее Когда дети появились Вот и все А просто так нас не возьмешь А нас и брать не надо Мы должны быть свободны Вот я берусь за такое дело В котором вижу Никто не заинтересован Вот дорога здесь Где выезжаем в деревню Тут нельзя было проезжать Они ее забросили Через кладбище ездили Там колея Вода все время стоит И когда я начал делать Было противодействие даже А зачем Тут еще не будет Тут и сделать Когда поезда Поезд Паровоз изобретали Братья Черепанова То люди смотрели И говорили Из этой затеи Еще путного не выйдет И главное Рубчатые были Зубчатые колеса И зубчатые рельсы Но оказывается Сопротивление такое было Они не пошли Считали что Голые колеса И они будут буксовать И поезды пошли Но вначале Писали все Больше 5 километров Скорость нельзя У человека будет Голова кружится И у него Психическое расстройство Наступит И мы в это верили Первые поезда пошли Ну стоят Столбы-то далековато Где-то Так мы ребятишки Подходили За столом держали Чтобы не затянуло Под колеса А поезда Все километров 30 Это все отображалось Ничего Путном Из этой затеи не выйдет Мы вначале потеряем Все говорили Ничего не выйдет Нет Статуса не дают Земли не дают Ночью приедем Бульдозера мы раздаем Ну уже 26 лет Теперь уже Нас воспринимают Как должно быть И вот разрушено что Дорогу Постановил Господь И нашлись люди Которые помогли У меня нет денег Повторяю У меня вообще нет денег Ну вот Ты начал делать И вдруг К моменту Костюм попросили меня Я в костюме У себя нашел Кто-то присылает А тут в костюме Нашел Ты вот убедись Я тебе точно говорю Это ради тебя Бог сделал Так что Галина Александровна Вот она вчера затеяла Такую грандиозную Это помытые Если можешь где-то Наложить заплатки Я вам разрешаю На костюмы На брюки мои А те такие же Как у меня Вот Вот не смотри Говорит Под каждой заплатой Миллион зарытый Это Бог так сделал Значит сегодняшний день Наш Субботний Это баня Подготавливать будут Помойся Потом Батюшка уехал Нет не знаю Богослужение будет Ну такой вот день Это убрать Щетки Никита Поправишься Значит разложить И затоптать Сверху Залезьте в нее После этого Палатку Вот такую вот Бери И как только Наложили полностью Она же падает Теперь края подвернул И новая палатка И опять Удавите и утрясите И опять Палатку за палаткой Надо садиться уже А? Садиться надо Скоро Роман придет Через полчаса Скоро Роман придет Вот вон за стол садился Ну ладно Ну ладно Крестите нельзя Крещала Да и не креститься А как А ну да Ну ладно Это не 120 рублей стоит Это только продажи 700 рублей А заложено сюда 50 лет Чтобы вот это написать Я в 50 лет Непередливо Натрудился И складывал сюда И теперь Отдал людям Они книги Даже уникальные Они единственные Каждый вопрос Который я отвечаю Стол полностью По полной Библии По творениям Святых Отцов По житиям святых По ханонам В церкви В одном Отвяти Закрещено Все до конца Это грандиоз Уникальный Еще прошу Параулишь Надежда 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 Надежда